Плитку я боюсь, что будут воровать. Их снимут, это процентов 90, их снимут, унесут где-нибудь, где она более нужна, как им покажется. Новая дорожка должна появиться на месте братской могилы блокадников Ленинграда. С такой просьбой выступили общественники. Они также попросили коммунальщиков привести в порядок саму Стеллу. Здесь пять плит установлены на братские могилы. И на трех плитах есть надписи, на двух нет. Мы хотели бы, чтобы и на тех двух плитах тоже были надписи. Сейчас мы посмотрели, что необходимо сделать дорожечку в асфальте, оградить братские могилы невысоким ограждением, было такое пожелание, предусмотреть какую-то подставку под свечи вот здесь. Ну вообще ремонт будет памятников, такой косметический ремонт, это если всего мемориала касается благоустройства. В этом году помимо 4 миллионов рублей на благоустройство Череповецких кладбищ, из бюджета выделено еще 7 миллионов на то, чтобы привести в порядок все воинские мемориалы. Работы запланированы к 70-летию Дня Победы. Осмотрели сегодня и состояние мемориала воинам-афганцам на втором кладбище. Осталось нам здесь только 3 памятника поменять, значит, Тихову, Усанову и Кузнецову. Значит, здесь уже на этой территории практически осталось 3-4 могилы, за которые идет уход. Оценили проверяющие и состояние самих кладбищ. Проблем с содержанием здесь хватает. В глубине там, там, конечно, есть сухие деревья, и очень страшно, что они упадут, потому что уже на соседние могилы упало дерево, все разбомбило, главное, что нашу не задело. Частенько так куча мусора, и она даже вот нашу так могилу бросает рядом вот эти могилы. И я обращалась туда, к начальнику, и говорят, а мы ничего сделать не можем. Если вот кто у вас соседи убирает, если валят, то такие люди, так ну что мы можем с ними сделать? Из городского бюджета выделяются деньги на содержание кладбищ. Наводить порядок внутри оградок должны родственники усопших. По информации департамента ЖКХ, средств на охрану территории не выделяется. Чем и пользуются похитители металла. Сторож не контролируют здесь, на втором кладбище, конкретно потому, что тут есть объездная дорога. По ней, пожалуйста, заезжайте, куда хотите. Центральные ворота закрыты, ну как сказать, что только инвалидов пропускают на легковых машинах. А на объездной дороге, пожалуйста, там везут. Периодически фиксируют и акты вандализма. Злоумышленники разрушают памятники, крушат ограды. Задержать удается не всех. Администрация кладбищ попросила напомнить череповчанам, к месту последнего упокоения нужно относиться уважительно, ведь жизнь не вечна.